Более половины россиян признались в занятиях самолечением, это же классика, помните, я говорю сегодня, ревизора почитал немножко, взял специально, почему люди занимаются самолечением, потому что со времен Гоголя медицин никак, наверное, не улучшилось, все то же самое. Я-то вам кусочки прочитаю, сразу будет понятно, что то же самое, я могу свидетельствовать. Городничий, ну там был вопрос, власть на ус мотает, он говорит, мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил, смотрите по своей части, я кое-какие распоряжения сделал, советую я вам, особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения, и потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему. Артемий Филиппович говорит, но это еще ничего, колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые. Городничий, да и тоже над каждой кроватью написать по латыни или на другом языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович, всякую болезнь. Когда кто заболел, какого числа, какого дня и числа, нехорошо, что у вас больные такой крепкий тава курит, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше, тотчас отнесут к дурному смотрению или не искусству врача. И так далее. А когда, вы помните, Хлистаков приезжает и его кормят в больнице, то есть привозят, ну как и сейчас, то же самое. То есть приезжает какая-то комиссия в больницу, тут же сразу столы накрывают, там и то же самое. Хлистаков, завтрак был очень хорош, я совсем объелся, что у вас каждый день бывает такой городничий, нарочно для приятного гостя. Хлистаков, я люблю поесть, ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называется эта рыба? Артемий Филиппович, подбегая, лободанс Хлистаков. Очень вкусно, и где это мы завтракали? В больнице, что ли, Артемий Филиппович? Так точно, в богоугодном заведении Хлистаков. Помню, помню, там стояли кровати, а больные выздоровели? Там их, кажется, немного, Артемий Филиппович. Человек 10 осталось, не больше, а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок, с тех пор, как я принял начальство, может быть, всем покажется даже невероятным. Все как мухи выздоравливают, больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Вот это вот абсолютно точно, мысли абсолютно одинаковые. Вот точно так же сейчас устроена больница, ничего не изменилось за 200 лет. Можете себе представить, 200 лет прошло, ни хера ничего не поменялось. Да, и относительно, вот мы говорим относительно того, что народ самолечением занимается, основная масса россиян признается в этом. Да как же можно так пойти и лечиться в больницу? Это же в терминальном состоянии, тогда да. А так, ну, в общем-то, я, по крайней мере, всегда так думал, что это же край, когда уж уж все. Вот, и не только я так думаю. Если вы вспомните Александра Васильевича Суворова и его науку побеждать, вот я специально кусочек тоже взял, очень он мне нравится. Тринадцатая часть науки побеждать. Бойся богодельни, немецкие лекарствица, издалека тухлые, всплошь бессильные и вредные. Русский солдат к ним не привык. У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог, береги здоровье. Чисти желудок, коли засорился. Голод лучшее лекарство. Кто не бережет людей, офицеру аресту, интерофицеру ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет. Вот видите, практически ничего не изменилось. То есть, Суворов прекрасно знал, что нужно. Не, ну, правда, он там дальше немножко, если пробежать, пишет, что не надо. Если нужны лекарства, то средств на них не надо жалеть. А в России жалеют. То есть, стало еще хуже. Как мухи выздоравливают. Да, вот пишут, класс, гений, гоголь. Да, так оно и есть. То есть, медицины абсолютно никакой нет. Абсолютно никакой медицины. Наоборот, вот жалуются все. То есть, если получается какой-то страшный диагноз, то для того, чтобы пройти более глубокие исследования, нужно прийти на консультацию к врачу. Консультация платная. То есть, все вот люди, которые едут в Москву, они приезжают у врача, консультацию у онколога 6 тысяч. Заплатили 6 тысяч, потом их направляют на исследование. Если в этом заведении этих исследований нет, а есть в другое заведение, отсылают в другое заведение, надо записываться там через какое-то другое там космическое время, когда, может быть, уже поздно, и там опять надо прийти на консультацию, а потом тебя уже пасуют на исследование. Опять 6 тысяч. Можете себе представить? То есть, для людей, у которых нет денег, у них есть возможность ждать. И могут это сделать через много месяцев бесплатно. А потом говорят, а что так много людей от рака в России мрят? Четверть госзаказов на инсулин в России оказались сорваны. Ну да, а что, видите, как по поводу немецких лекарств. Да, а что, зачем? Зачем это нужно, инсулин-то, бля? Представляете, вот четверть препарата жизненно важного, без которого больной не проживет. Четверть зарубили. Просто так. И ничего? Вы думаете, кто-нибудь понесет какую-то ответственность? Нет. Это уничтожение народа. То, что происходит, это уничтожение народа. Это очистка земли просто. Ааааааа... Продолжение следует...